Денис, приветствую тебя. В четверг наш с тобой второй недельный эфир. Мы традиционно делимся наблюдениями по рынку с технической фундаментальной точки зрения. Рассказываем, друзья, что нам в моменте кажется очень интересным в плане торговых возможностей и перспективным. За вами принятие фактических решений, но с учетом нашей предварительной рекомендации контроля рисков. Потому что мы с Денисом вас неоднократно предупреждали. Сейчас рынок точно не тянет на то, чтобы его назвать спокойным. Рынок в целом нервозный. Это показывает в латильности некоторых инструментов, потому что впереди два очень важных события. Это новые меры экономического стимулирования в США и выборы. Не знаю, какое из этих событий окажется первым. Ну, если все-таки быть, наверное, максимально реалистом, то новые меры экономического стимулирования, скорее всего, согласуют уже после выборов. Даже несмотря на то, что нам сейчас не с последних новостей обещают, что до конца этой недели какое-то подобие этих фондов может появиться. Денис, давай тогда к демонстрации экрана. И параллельно я еще буду рассказывать. Первое, собственно, на что хотелось бы сделать акцент, это, конечно же, динамика американской валюты через индекс доллара. Мы смотрим на перспективы доллара, поскольку это, опять же, оценка, анализ бакса вдоль всего широкого рынка. Я думаю, что самое объективное, что можно сказать по американской валюте, это через этот инструмент. Поэтому, в целом, какой прогноз был раньше? Прогноз был только лишь на ослабление этого актива, потому что неоднократно уже подчеркивалось несколько аргументов о том, что доллар точно будет испытывать давление по мере сначала ожиданий поступления новых денег на финансовый рынок и потом уже по факту самого решения. Новые деньги – это то, что будет способствовать росту фондового рынка и ослаблению доллара. Новые деньги обязательно приведут к снижению доходности американских облигаций и, соответственно, дополнительно надавят на позиции доллара. И еще для тех, кто рассматривает американскую валюту как защитный актив, здесь нужно просто понимать, что чем больше денег сейчас придет в экономику, тем, соответственно, будет больше шансов и вероятность того, что экономические показатели улучшатся. То есть американская экономика сможет преодолеть это рецептационное положение и, в конечном счете, не будет причины уходить в защитные инструменты, к которым традиционно относят и американскую валюту. Короче, все складывается в пользу того, чтобы на какое-то время мы оставались, ну, по крайней мере, я предан идеям, именно более слабого доллара и очень рассчитываю на то, что сначала удастся оказаться ниже 92 пунктов, возможно, даже еще ниже даже этого значения. И только после этого, уже по мере оглашения итогов того, кто станет президентом, новым президентом США, думать о потенциальном развороте. Пока же, друзья, я смотрю только вниз и всем рекомендую залазить в этот актив. Не переживайте, там нет спопов, можно сидеть столько, сколько нужно. Причем особо мощной волатильности этот актив не показывает, что также, наверное, является тем, что идет ему в плюс, особенно для тех трейдеров, которые относят себя к категории консерваторов. Денис, сегодня я предлагаю посмотреть на рынок нефти. Сейчас по Brent, возможно, ты традиционно сделаешь акцент на WTI. У нас с тобой получается разбор двух представителей этого энергетического сектора, и тем лучше. По Brent в данный момент, 41.94, признаться, я был до последнего. Уверен то, что и, честно говоря, продолжаю верить в то, что рынок нефти может еще развернуться. Странно, что мы вчера увидели то, как сильно Brent продавили, даже на данных по запасам, которые вышли по нефти. И, по идее, при сокращении запасов, это можно было бы использовать для того, чтобы, напротив, даже откупить рынок нефти. Ну, может быть, трейдеры поставили, опять же, точнее, смирились с локальным восстановлением бакса, который мы видели. И на основании этого решили пока что сектор энергетики подпродать. Сейчас у нас нарисовался довольно размаш, такой продолжительный коридор 41.30, можно сказать, 43.30. Ну, чуть-чуть, если опустить. Я думаю, что как раз вот эти два бакса, в принципе, это много, это почти 5% по текущей стоимости инструмента. Мы находимся вблизи как раз нижней границы вот этого коридора. Я допускаю, что могут еще медведи предпринять попытку добить вот 41.30, откуда я бы действовал уже через отложку байлими, то есть выкупал в расчете на возвращение к прежнему максимуму. И с позиции фундамента у меня здесь тоже обоснование довольно простое. Я прекрасно понимаю риски, которые нависли над сектором нефти из-за ковида, из-за того, что это отразится негативным образом на спросе. Да, они есть. Но это как бы фон на долгосрок в плане трейдинга. Краткосрочно все-таки я бы рекомендовал поставить на то, что может случиться с долларом. И, соответственно, слабость американской валюты – это то, что позитивно должно сказаться на динамике нефти. Это первый момент. Второй момент – это все-таки данные по запасам, которые, если не на этой неделе, то на следующей уже в порядке ожидания смогут оказать обратный эффект на котировки. И тем более, что в понедельник было заседание ОПЕК. Я думаю, что, может быть, не все до конца усвоили тот позитив, который мы услышали по факту того, что ОПЕК будет и дальше помогать рынку оставаться в состоянии баланса. Поэтому только лишь лонг. Удачи хочу пожелать тем, кто все-таки поставит на снижение актива, потому что с позиции фундамента долгосрочного здесь тоже есть своя аргументация. Ну и что касается фондового рынка, поскольку я уже сказал про индекс американской валюты, что приоритет все-таки в селл, по фондовому рынку тоже все должно разрешиться в самое ближайшее время. Опять же, тогда, когда на рынок придут новые деньги. И те, кто открывает, опять же, лонговые сделки на средний долгосрок, друзья, не переживайте за то, что рынок дает небольшую коррекцию. Я почти уверен, что он до конца этого года точно обновит исторический максимум, поэтому, в принципе, заход с любых значений сейчас он не принципиальный. Но для косочных трейдеров могу предложить сделку в рамках этого локального нисходящего канала отбоя от нижней границы. Это примерно уровень 3380 пунктов. Соответственно, если все-таки конгрессмены, законодатели американские, как следовало из последних комментариев, согласуют какое-то подобие финансовой поддержки до конца текущей пятницы, то тогда, друзья, времени для открытия длинных позиций все меньше и меньше. Поэтому нужно принимать решение, возможно, в расчете на волатильность, поработать именно с той отложкой, которую я сказал. Для тех, кто хочет рискнуть, я думаю, что уместно даже брать, выкупать с текущих значений. Денис, слово себе передаю. Так, слово взял, сейчас сделаю показ. Отлично, мне должно быть уже видно. Значит, начнем, пожалуй, с индекса доллара. Значит, по индексу ВАКСа мы с тобой были абсолютно правы, действительно, и в прошлый раз, и позапрошлый раз, когда ожидали его снижения. Снижение на этой неделе произошло. Произошло прекрасно, красиво все сделали. Пришли в мою расчетную заранее область поддержки. Теперь с этой области я ожидаю, что все-таки коррекция у нас может пройти вверх. Единственный вопрос, насколько глубоко. То есть, самую дальнюю зону я для себя лично очертил в районе 93.20-93.50. То есть, это диапазон максимально широкий, который есть с точки зрения зоны продавцов четырехчасового таймфрейма. Есть вероятность, что и ниже, где-то в районе 93, могут и здесь тоже отвалиться с данных уровней. Так как я индекс доллара сам по себе как отдельным инструментом не торгую, использую только лишь для анализа, то в целом у меня все равно складывается такой приоритет и общая картина, что движение вниз у нас пока еще не закончено. Оно является приоритетным и, соответственно, цена еще ниже пройдет. По поводу целей дальнейшего движения вниз, их тут ближайших две, а дальше уже, в принципе, свободное падение. Это 92.10 и 91.70. То есть, это уровни, которые расставлены просто по экстремумам, без лишних каких-то манипуляций. Это именно четко ценовые уровни. Поэтому дерзайте, есть вероятность, что коррекция пройдет, могут сделать ее немножко меньше еще. Вот такое. Ну, в принципе, суть от этого абсолютно никак не меняется. Что касается нефти. По нефти у меня немножко двоякое впечатление сложилось. Дело в том, что меня очень сильно смущает у нас наличие трех ключевых недельных профилей проторговки. Вот они красным цветом обозначены. И все они как раз попадают вот в верхнюю границу рынка, которую цена очень неплохо вчера от нее отвалилась, увидела. И там также находится еще и часовая такая очень красивая. Она у тебя тоже на графике была видна. Часовая зона продавцов. Вот она. Вот этот диапазон. Еще и плюс точечные вливания внутри. Еще и плюс дополнительными кульминационными свечами. Это, в принципе, является очень неплохим таким диапазоном для открытия продаж. Единственное, мне бы хотелось, конечно, увидеть, чтобы цена немного ниже еще прошла. То есть протестировала одну вторую маржиналку и сделала вот такой вот финт. Раз, два и потом вниз, три. Возможно, дойдет и до контрольной зоны. Но это в районе аж 36,5. Там 50 на 50. Но вот эту область, ее не просто так накапливали такое количество времени. Поэтому я думаю, что если даже попытаются откорректировать, то вот этот диапазон 40, 80 и 41, 20, он будет максимально давить на цену. Потому что вот эти вот профили, ну, редко, очень редко, чтобы цена их проходила просто так. Поэтому я все-таки пока еще за локальный шорт. Потом же в дальнейшем, да, могут лонгово уже вверх откорректироваться. Но пока локально шорт все-таки. И касательно S&P 500, здесь у нас традиционность обомнения одинаковая. То есть шортить S&P без каких-то видимых причин. Еще и плюс на фоне того, что вот-вот буквально пакет помощи экономики согласует. Сегодня, насколько я помню, опять будут собираться хотя бы на 500 миллиардов долларов, чтобы пакет согласовать. Поэтому, в принципе, да, я точно так же отклоняюсь к варианту, что будет дальнейший рост данного индекса. И вообще фондовых индексов в штате. Единственное, что вот, возможно, там немного резину еще потяну, поэтому может теоретический индекс еще откорректироваться. У меня есть на всякий случай следующий диапазон. 3 330, 3 360. Вот этот диапазон максимально сильный, потому что в него попадает у нас и текущее значение ДПОКа, и большое количество проторгованного ранее объема, и точных объемов. Короче, здесь целый кладезь всех объемов, уровней, проторговок и прочего находится именно в этом диапазоне. Поэтому, если все-таки попытаются откорректировать, то здесь, я считаю, очень большая вероятность будет, что отсюда двинут вверх. Либо же, опять-таки, с текущей. То есть при одном, либо при другом варианте развития событий у нас абсолютно одинаковый конечный результат. Он именно лонговый на продолжение роста. И поэтому до конца года я тоже склоняюсь к варианту, что как минимум 3 600 цена все-таки возьмет. То есть новогодние ралли тоже у нас весьма часто бывают. Плюс выборы пройдут. Обычно на выборах рынок всегда корректируется. Октябрь – это практически всегда негативный месяц для фондовых рынков, если посмотреть по истории. И плюс ко всему, после выборов обычно в ноябре-декабре максимально взрывной сильный рост. Поэтому я этого момента очень жду у себя. Акции ты тоже немного прикупил на средний срок. Ну, в общем, надеемся на хороший рост фондовых индексов. Денис, спасибо тебе за точку зрения. Классно, когда, конечно же, технический и фундаментальный анализ совпадает. Пока что одинаково мы смотрим. Я думаю, что сможем на это неплохо заработать, поскольку, на мой взгляд, предсказуемо, что фондовый рынок действительно будет расти. И сейчас играть против такого фундаментального наследия – очень опасная затея. Поэтому, друзья, надеемся, что информация, которую мы вам дали, вам будет полезна. Принимайте решения, контролируйте риски. Ну, а мы дальше будем бежать по спорту. Следующий эфир у нас с тобой уже во вторник. Ну, очень хочется верить, что во вторник будет хоть какая-то информация. А мы не пойдем уже на десятый план обсуждений того, что вот-вот эти меры экономической поддержки должны быть согласованы. Там, в принципе, рукой подать уже и до выборов будет 3 ноября совсем скоро. Поэтому рынок будет становиться все более интересным, все более интенсивным и с большим количеством этих торговых возможностей. Денис, ну и традиционное закрытие тебе профильной недели. Конечно же, классных выходных и до встречи на следующем. Пока. Да, спасибо, коллега. Тебе тоже отличных выходных и шикарного закрытия торговой недели. Спасибо. До вторника. Пока-пока. Пока. Продолжение следует...